Всем привет, добро пожаловать на канал NPC Games, с вами Дэм Архитект, и сегодня я расскажу вам о топовой сборке для драг-рейсинга одного из самых популярных двигателей для стрит-регал-рейсинг Redline. Это двигатель V8 Prime из пака V8 Engines. Данный пак присутствует во всех версиях с МВ-модом, но если вдруг кто-то тут из дремучей деревни, ссылочка в описании. Итак, перейдем непосредственно к самой сборке, для этого нам понадобится. Сам блок V8 Prime, коленвал, шатуны и форшни. Ну тут у нас выбор не богатый, выбираем и ставим самое дорогое, а именно Prime GT. Головки блока цилиндров Prime, крышки для головок блока цилиндров выбираем произвольно. Далее в списке распредвалы. Ходят случаи, что распредвалы Хаулер дают больше мощности, но лично я довелался самых лучших результатов с распредвалами Prime. Впускная система под двойной карбюратор. Достичь пиковой мощности можно установить в ухлопную систему Prime, и никакую другую. Далее. Рейка для впрыска азота, а также нагнетатель под двойной карбюратор. Угадайте, как топливную систему. Правильно, двойной карбюратор. Трансмиссия. Здесь нам подойдут коробки передач Prime или GTOE, в принципе они обе настраиваемые, но Prime более надежная, поэтому я выбираю ее. Маховит и сцепление Prime. Тут объяснять не нужно. По части разделов прочее, просто купите все то, что купил я. И по части воздухозаборника. Его наличие обязательно, поскольку именно с ним достигается максимальная мощность от данного двигателя. Что касается радиатора, его можете проигнорировать, но ваш двигатель будет быстрее ломаться. Ну вот, все детали закуплены. Можно собирать. Двигатель готов. На данный момент его мощностные показатели не очень впечатляют, но это все будет исправлено путем настройки. Как увеличить мощность? Ну, в первую очередь, распределительные валы. Угол опережения ближних к центру верхних распредвалов мы ставим на минус 15. Снижение отсечки моя прихоть, но в принципе не помешает. Ну, а еще увеличить мощность нашего двигателя поможет изменение смеси в карбюраторе. Выставляем ее с 13,5 до 16. Ну, а для получения на старте хорошего пинка под зад, выставляем максимальную образовательность впрыска азота. В итоге получаем 1836 лошадей бензином и еще 179 лошадей азотом. Неплохо так-то на самом деле. На этом все. Если обзор был полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео я расскажу про настройку трансмиссии. Ну, а пока что, всем удачи и до новых встреч!